Теперь давайте еще раз дальше. Past continuous мы используем, когда, во-первых, мы должны определить, что это действие было в прошлом. Отвечает на вопрос, что делал. То есть в конце должно быть L окончание. На сам вопрос не смотрите, что сделал, что делал, потому что иногда он помогает, а иногда он может сбивать с толку, поэтому я по-другому научу вас определять past continuous. Следующий момент. Continuous показывает процесс. Вы должны эту картину не просто переводить с русского на английский, но вы должны видеть, всегда представляйте эту картину. Когда я говорю он, например, он пробежался, или он побежал, или он прыгнул, или когда я говорю он прыгал, он бежал, он кушал, не просто он съел. То есть в своих предложениях мы этот процесс должны представлять, как это происходило в тот конкретный момент. Например, вот сейчас I am speaking now, I am explaining past continuous now. Сейчас я объясняю вам эту тему. Представьте, что завтра вы уже будете вспоминать, ага, вчера она стояла и объясняла нам эту тему. То есть был процесс. Вот это очень важно. Past continuous, что это процесс. Теперь смотрите, в русском языке мы можем сказать, вот он пробежался, или он, например, упал, или он съел. Как бы сами действия, они показывают законченность, завершенность. Нам не важен был вот этот процесс, а что действие, оно закончилось. Например, он открыл окно, взял и открыл, там не было процесса. Может быть, если он открывал окно, медленно тянул на себя. Да, это процесс. Теперь я лег спать. Это если я медленно, замедленным таким движением ложусь спать, то может быть continuous. Но в целом это законченное действие, и как правило, это past simple. Давайте еще раз, я сейчас устно проговарю, чтобы вы вообще поняли, вошли в тему. Потом мы все это напишем. И я замечаю, когда я проговорю устно, и вы начинаете просто включать свой мозг, потом будете приводить свои примеры, тогда вы хорошо запомните и усвоите эту тему прям раз и навсегда. Хорошо. Теперь, дорогие мои, я хочу попросить вас, я вам буду говорить глагол, вы напишите. Если не имеет процесса, то это будет минус, если имеет процесс, это плюс. То есть вы смотрите на глагол, вы его представляете, и вы пишете минус, если нет процесса, то есть как past simple, и плюс, если он имеет процесс continuous. Если я скажу так, я увидела собаку, я увидела собаку, напишите, пожалуйста, минус поставите, что процесса нет, или вы поставите плюс, что там был процесс. Жду, жду ваши комментарии, ваши ответы в чате. Вижу, вижу, и здесь все замечательно, молодцы, правильно, понимаете, что это минус. Все те, которые пишут, что это плюсик, вы немного ошибаетесь. Смотрите, как происходит. Я увидела собаку, не то чтобы я смотрела на нее долго, а я ее раз и увидела, то есть раз и увидела. Когда вы добавляете слово, ну добавьте слово раз, раз и все, раз, я раз увидела собаку, он раз и закрыл дверь. Например, теперь второй, если я скажу, я смотрела на цветы, я смотрела на цветы, поставьте минус, если это у нас законченное действие, и поставьте плюсик, если это у нас процесс. Я смотрела на красивые цветы. Что вы сейчас поставите? Так, жду, жду, жду. Ставьте. Если имеет процесс, это предложение, я смотрела на цветы, ставьте плюсик. Если процесса нет, вы ставите минус. Так, хорошо, вижу, Зульфия, плюсик. Вижу минус. Плюс. Так, еще плюс, хорошо. Плюс. Еще плюс, хорошо, и еще двое ответят. Плюсик, и еще, и еще. Привет, привет, минусик. Теперь смотрите, предложение. Если я говорю, я смотрела на розы, я смотрела на цветы, раз и смотрела. Мы можем так сказать? Вот раз и смотрела. Мы можем сказать раз и увидела. То есть вдруг увидела. Когда слово рак добавляется, ну, как-то даже схоже по-русски, мы используем в прошедшее время просто по-симплу. I saw flowers. Я увидела цветы. I saw a dog. Я увидела собаку. Но когда я говорю о процессе, я смотрела. Я не могу сказать раз и посмотрела. Был процесс. Вот в этом процессе и есть pass continuous. То есть я должна сказать I was looking at flowers. Или at the flowers. Те самые цветы. I was looking at the flowers. У нас здесь есть процесс. Например, он прыгал. Раз и прыгал. Нет, он прыгал. Это был процесс, поэтому я говорю he was jumping. He was jumping. То есть сначала вы должны уметь определять, действие законченность имеет, либо действие имеет процесс. Даже у уровня intermediate, которые говорят на английском довольно-таки неплохо, путаница возникает. Это ли процесс или не процесс. Давайте еще один глагол. Посмотрим, насколько усвоили. У меня два предложения. Также, если имеет процесс, вы ставьте плюсик. Если не имеет, вы ставите минус. Я вам сейчас скажу одно предложение. Допустим, я выучил английский. Я выучил английский. Вы ставите минус, если действие закончено. И ставьте плюс, если имеет действие. Жду плюсики и потом дальше иду к объяснению. Так, жду, жду, жду. Минус, если процесса нету. И плюс, если есть процесс. Мое предложение я выучил английский. Так, Тимур, вижу минус. Хорошо. Шинар, минус. Прекрасно. Минус. Минус. И еще три ответа. Минус. Отлично. Минус. И еще один ответ, минус. Совершенно верно. Молодцы. Вижу, что усвоили. То есть я выучил. Я раз его выучил. С таким классным преподавателем, с таким классным подходом. Отлично. Теперь, если я говорю, я учила английский. Я учила английский, когда ты пришел. Я учила английский. Я готовила еду. Я стирала, я шила, я гуляла. Я раз и гуляла. Мы же сказать не можем. Вот эти все предложения. Имеют процесс или не имеют процесс? Опять жду. Плюсик. Если имеет, минус. Если не имеет. Так, жду, жду. Плюс. Один вижу. Хорошо. Еще. Если я гуляла, я шила, я смотрела. Плюсики. Вижу. Молодцы. Молодцы. То есть тему сейчас поняли. Замечательно. Потому что на самом деле вроде просто, но уровень инжурмейлер делает такие ошибки. И не может разобраться, есть процесс или нет. Значит, нашим подсказкой это будет как слово «раз» и сделал. Это закончено. А если я вижу процесс, что дело в процессе, и вы можете представить это действие. Оно когда-то началось, оно было в процессе. Это у нас процесс. Замечательно. Молодцы. Хорошо. Вот теперь. Вот это и есть процесс. Past continuous. А второй случай у past continuous получается, когда я говорю просто о процессе, вы можете использовать past continuous. Второй, когда одно предложение у нас было в процессе, а другое в этот момент его прервало. Например, когда ты пришел, я готовила. When you came home, I was cooking. То есть вы все время должны понимать, одно действие у вас закончено. Я раз и пришел домой. Я раз неожиданно пришел домой. Это законченное past simple. А то, что происходило на фоне, то есть оно началось, продолжалось какое-то время, это и есть past continuous. То есть два случая основных у past continuous. А теперь давайте мы запишем тему на, я напишу на доске, вы обязательно напишите в тетрадке, потом вы свою работу сфотографируйте и отправите мне на WhatsApp. По любое, если будут вопросы по данной теме, вы сможете мне задать, ведь это же круто. И помните, те участники, которые все время участвуют у нас, есть, вы будете прямиком, вы будете участвовать в наших таких розыгрышах на день рождения нашей школы. Круто? А это будет в июне. Так, теперь записываем. Надеюсь, у всех есть ручки, тетрадки. Давайте запишем тему. Тема у нас идет, называется past continuous. Тема past continuous. И обязательно пишите перевод, простое, продолженное, извиняюсь, прошедшее, продолженное время. Прошедшее, продолженное время. Обязательно пишите перевод, прошедшее, продолженное время. Потому что многие не знают, как переводится тема, и тем самым делают очень много ошибок. они не могут нужную тему поставить, когда по заданию вставьте там past simple, past perfect или past continuous. Вы записали, тема past continuous, это у нас прошедшее, продолженное время. Окей, идем дальше. Past continuous, если мы знаем тему present continuous, да, здесь все происходит прямо сейчас. Past continuous мы используем, когда действие происходит present continuous, прямо сейчас. Am, is, are, глагол в инговом окончании. Если у вас уровень начальный, ничего страшного, начнете заниматься в моей школе, вы все это пройдете, и для вас эта тема тоже будет очень легкой. Теперь, past continuous, простое, прошедшее, продолженное время. Past, это у нас прошедшее, continuous, продолженное время. Past continuous, форма past continuous, это was, were, plus verb, ing. was, were, и глагол в инговом окончании. Was, were мы используем, когда у меня he, she, it, да, местоимение he, she, it, либо если это существительное в единственном числе. Существительное, потому что многие говорят, а you, ты, это же тоже единственное число. You относится к where. У меня получается, were мы используем, когда you, we и they. Was для he, she, it или существительного в единственном числе. Were мы используем для you, we, they или для существительных во множественном числе. Плюс глагол добавляем, инговое окончание. Глагол добавляем, инговое окончание. It's simple, просто, всё просто. Так, теперь давайте на первый случай. The first case. Первый случай использования past continuous. Past continuous, we use past continuous, when we speak about the action that was in progress in the past at the certain time. Past continuous используется, когда действие было в прошлом, в определённый момент, и оно было в процессе. Запишите, пожалуйста, прям по диктовку. Пишите на русском, когда ваш уровень будет интерменен, будете всё писать на английском. Действие происходило в определённый момент, прям в скобках напишите часов, в определённый момент, в прошлом. Действие происходило в определённый момент, в прошлом, в скобочках часов. То есть, когда вы конкретно указываете часы, и у нас был процесс, это past continuous. Да, вот здесь мы прям, можем прям пометить, at that time, в то время, at that time, в тот момент. Или, например, конкретно, at six o'clock, в шесть часов. В тот момент, или в шесть часов. Либо можем сказать, например, с двух до трёх, тоже с двух до трёх что-то происходило. Да, from, там, с двух, from two till three o'clock. From two till three. Это у нас всё past continuous. Действие происходило в прошлом, в определённый момент, и у действия есть процесс. It was in progress. Он был, то есть действие было в процессе, прогрессе, чего-либо. Теперь мой пример. Допустим, we were having dinner at eight o'clock. Мы ужинали в восемь часов. То есть, have dinner, ужинать. Либо она готовила в пять часов. She was cooking at five o'clock. Давайте запишем пример. Она готовила в пять часов. То есть, действие было в прошлом, оно было в процессе, у меня есть конкретное время. Когда вы видите конкретное время часов, это однозначно past continuous. Только помните, что у вас всё время должен быть процесс, то есть, in progress. She was cooking at five o'clock. Если предложение мы делаем в отрицательной форме, то, как обычно, мы добавляем отрицательную форму not. Она не готовила в пять часов. Я просто добавляю сюда she wasn't cooking. She wasn't cooking at five o'clock yesterday. Она вчера не готовила в пять часов. She wasn't cooking. We weren't sleeping at ten o'clock yesterday. Вчера в десять часов мы не спали. Время указано. Есть процесс, что не спали. Не раз не спали, а просто не спали какое-то время. Это past continuous. Соответственно, если у нас вопрос, мы должны to be перенести на самое начало. Was she cooking at five o'clock? Was she cooking? То есть, вначале я использую форму was. Was she cooking at five o'clock? Yes, she was. Либо no, she wasn't. Was she cooking at five o'clock? Yes, she was. No, she wasn't. Давайте немножко подвинуть так, чтобы вам было виднее. Was she cooking at five o'clock? No, she wasn't. Или yes, she was. Если мы задаем вопрос, а что она готовила в пять часов вчера, тогда, как обычно, спецвопрос мы ставим на начало, и у нас получится. What was she cooking at five o'clock? What was she cooking at five o'clock? Почему она не готовила? Да, вот здесь мы добавили к was. Что она готовила? What? Was she cooking? Спецвопрос вспомогательный, существительный и глагол. What was she cooking? А почему она не готовила? Тогда у нас будет why wasn't she cooking at five o'clock? Запишите, пожалуйста, why wasn't she cooking at five o'clock? Так, а я запишу это предложение вот сюда. Why wasn't she cooking at five o'clock? Почему она не готовила пять часов? Why wasn't? Вместо she я могу сказать там your sister, your wife, why wasn't she cooking? At five o'clock. Why wasn't she cooking at five? Здесь очень важно соблюдать порядок. Порядок именно структуры. На первом месте вы всегда ставите спецвопрос. Why, what, when? На втором месте у вас должен быть вспомогательный. Why wasn't? Why weren't you, например? Потом вы ставите кто что, а потом вы ставите сам глагол делать. Нельзя этот порядок менять. В русском языке мы меняем, мы можем и так, и так сказать. В английском это строгое правило, его менять нельзя. Why wasn't she cooking at five o'clock? Отлично. Это у нас первый случай использования past continuous. And now I want you to write your own example. Сейчас, дорогие мои, напишите, пожалуйста, ваш пример один в отрицании, в утвердительном предложении, либо со спецвопросом. Я прочитаю, зачитаю, понятна ли вам сама тема. Пишите ваши примеры, я их зачитаю. Если остались вопросы, то напишите, пожалуйста, об этом. Так, жду, жду ваши примеры. Так, хорошо. Пишем примеры. Сейчас. Если остались вопросы, пожалуйста, дайте мне знать. Кому непонятно, поставьте минус. Я вам еще раз постараюсь объяснить. Так, хорошо. Доска не полностью видна. Ну, на слух определяйте, потому что, в общем, хочу разогнаться в ухках, а места мало. Но все те, которые будут заниматься в моей школе, у вас будет все для того, чтобы хорошо тему увидеть, понять, услышать и прописать, проделать тысячу раз. Потому что мало видеть грамматику, просто писать, обязательно надо закреплять. Закреплять в предложении, закреплять на слух, прописывать, проговаривать тысячу раз. Вот тогда будут классные результаты. Окей. Так, Жейсан, вижу, присоединилась. Жейсан, hello. I was reading at 7 o'clock yesterday. Гули, молодец, отлично. Норбек. Я починил свою машину. Смотрите, я починил. Мы можем добавить, я раз и починил. Можем добавить, я раз и починил. Это действие, оно закончено. Это просто fast simple. I fixed my car. Но если вы говорите, я чинил мою машину в 5 часов, тогда это pass continuous. I was fixing my car at 5 o'clock. Напишите, Норбек, еще один пример. Пусть на русском, я вижу, что ваш уровень начальный, но чтобы вы сами поняли структуру. Когда вы дойдете до этой темы, вы еще лучше будете ее понимать. She was writing a letter at 5 o'clock. Жейсан, отлично. I wasn't writing at 7 o'clock yesterday. Отлично. Were you at school in the morning? Прекрасно, но здесь мы просто обошлись в was where, да, как fast simple. Were you studying at school in the morning? Ты учился утром там в 7 часов в школе? Прекрасно. Так, теперь в Инстаграме посмотрю ваши примеры. Сюда, да, пишите сюда, все те, которые в Инстаграме, пишите в Инстаграме. Но если вы перейдете на страничку в эфире, вы будете уже полностью видеть доску. Where was she going at 7 o'clock? Гульнаш, отлично. I tied my room when he called me. I tied my room. Я убирался в комнате, давайте, махаба, да, по теме. Мы сейчас должны показать конкретное время в прошлом, что вчера я убиралась в комнате в 7 часов. I was tidying или cleaning my room at 7 o'clock. Вы даете использование уже как бы второе использование, pass, continue, сейчас мы об этом поговорим. I have been sleeping while my mom came. Давайте еще раз. Вы должны использовать время, которое было вчера. Например, вчера в 5 часов, в 6, в 7, используйте пока часы. Или вы можете сказать, at the same time yesterday I was sleeping. В это же самое время вчера я спал. И pass, continue, с форма was, were, plus verb, ing. Вы стоите возле, before, и глагол в ингл на окончании. They were playing basketball at 7 o'clock. Марат, отлично. I was thinking when you call. I was thinking, я думал, да, думала, когда ты позвонил. Прекрасно. Хорошо. I was reading newspaper, it's 9 o'clock. Замечательно. We were walking in the garden. We were walking in the garden. Хорошо. She was sleeping from 5 till 7 o'clock. At 4 o'clock yesterday evening. We were dancing all day long yesterday. Моника, сразу видно уровень, добавили еще слово. Прекрасно. И давайте просмотрю в YouTube. И предложение, she was, так, это у нас было. Я читал прошедшую тему. Верно. Я читал прошедшую тему, и добавим, да, в 7 часов. Время обязательно нужно ставить. Смотрите, для начала время ставьте, привыкните к самой теме. Потом, если автор считает нужным использовать, не использовать время, вы будете понимать, что это было в процессе. Например, я могу говорить, you know, we were talking, we were walking. Знаешь, вот мы там гуляли, мы там разговаривали. Это тоже pass continuous, но человек понимает, что другой знает, когда это происходило. Но на начальном этапе используйте сначала время, чтобы запомнить, вообще понять суть. А потом потихоньку вы будете знать все формы, когда можно вообще его не использовать в время. Но первое время используйте. Начинайте от простого к сложному. Сразу все подряд не берите. We were having dinner at that moment yesterday. Отлично. I was watching TV at 7 p.m. Отлично. Если не понимает, то извиняюсь. Нет, но на рыбе, все прекрасно понимаете. Хорошо. И вижу. А разве слово думать можно использовать в continuous? Можно. Глагол думать, если вы говорите думать как мнение, как opinion, тогда в continuous не идет. Например, я думаю, что ты прав. I think you are right. Я думала, ты был прав. I thought you were right. Но когда я использую things, не в значении думать, а в значении размышлять. I was thinking about you the whole day yesterday. Вчера я о тебе весь день думала. То есть это уже не как мнение, а как процесс размышления. We were learning English at 7 o'clock. Yes. I was doing exercise from 2 to 3. They were watching TV at 7 o'clock yesterday. Так, отлично. I was watching TV show when my friend called me. Замечательно. They were repairing their watch whole day yesterday. Когда добавляете слово whole, не забывайте ставить артикль в the. The whole. The whole day yesterday. Молодцы, замечательно. Умнички, что тему понимаете и вообще находитесь на этой волне. Теперь идем дальше. То есть первое нам понятно. Мы используем past continuous. Действие было в прошлом. Оно было в процессе. И мы показываем конкретное время, когда оно было. То есть сначала научить использовать часы. At 5 o'clock, at 7 o'clock yesterday. And now we are going to write the second case of past continuous. Сейчас мы запишем второй случай использования past continuous. Запишите, пожалуйста. Запишем так. Мы имеем два действия. Одно действие было в процессе, а другое в этот момент его прервало. То есть your two actions, one was in progress, and the second action interrupted the first one. Хорошо? Немножко сложно, но я думаю, вы сейчас поймете. Мы используем past continuous. Во втором случае мы имеем два действия. У нас второй случай. Мы имеем два действия. Одно действие было в процессе, а другое в этот момент произошло. То есть это выглядит примерно так. Например, I was sleeping. Вот я сплю себе, я спала. И в какой-то момент, в этот, или в этот, или в этот, в какой-то момент зазвонил телефон, или мой друг позвонил, или мой сын позвонил. То есть одно действие было в процессе, вот это есть past continuous. Оно было в процессе. А то действие, которое раз и произошло, наше раз и произошло, вот это и есть past simple. Другими словами, past simple действие законченное, когда оно произошло, оно показывает на этом фоне, что было. Например, запишем пример. When I came home, my mom was watching TV. Когда я пришел домой, моя мама смотрела телевизор. Я раз и пришел. Моя мама что делала в процессе? Она смотрела телевизор. То есть вы должны представлять саму картину. Он пришел, какой фон? Фон чего дома происходит? Мама смотрела телевизор, папа читал газету, сестра учила английский. Вот эти вот процессы, это все будут past continuous. Поэтому запишем пример. When I came home, вот это действие законченное, when I came home, оно должно идти в past simple, оно потому что законченное. When I came home, my mom was cooking, my mom was cooking, was reading a book, was listening to music, my mom was cooking. Вот так. When I came home, my mom was cooking. Когда я пришел домой, моя мама готовила. Когда мы разговаривали, ты прервал нас. Когда мы разговаривали, ты прервал нас. То есть раз и прервал. Действие законченное, оно будет в прошедшем. Действие, которое было в процессе, оно будет past continuous. When we were talking, you interrupted us. Why? Так. Когда я проснулась, шел дождь. То есть я проснулась, раз и проснулась. Дождь, что делал? Он шел, был в процессе. Это тоже past continuous. When I got up, или woke up, it was raining. Процесс. Окей? Напишите, пожалуйста, ваше предложение, состоящее из двух частей. У кого уровень начальный, напишите на русском. Мне важно знать, что саму тему на русском вы воспринимаете. Что у вас одно предложение в прошлом законченное, как прервало то предложение, которое было в процессе. Напишите, пожалуйста, ваши примеры, и я их зачитаю. Окей. И смотрю ваши примеры. Так. They were watching. My mother was... Что там? Когда я пришла, мама готовила ужин. Прекрасно, вижу ума. Тему поняли. Когда уровень немножко подрастет, ваш именно по словам, по грамматике, вы сможете классно переводить. Он был королем, и нам нужно двойное предложение, дорогие мои, двойные предложения. Today policemen stopped me when I were driving. Прекрасный берег, только не where I was. Ага. Так. When we do an exercise, they called... Не забывайте формулу через voice-working-овое окончание. When we were doing exercises, they called. Окей. I go to home, my mother was cooking. Ага. I went. I came home, my mother was cooking. Я пришел домой, моя мама готовила. Замечательно. Так, хорошо. И примеры. Вижу в Ютьюбе примеры. Так. I was busy at 7 o'clock yesterday. Хорошо. Но здесь это прилагательное просто. Я был занят. Да, используйте именно глаголы. When I did my homework, my daughter was crying. Хорошо, Жейсан. Но, смотрите, у вас бывает так, что два действия шло параллельно с друг другом. Когда я делала домашку, моя дочь плакала. Два действия ушло параллельно. Поэтому, правильно будет здесь? When I was doing my homework, my daughter was crying. Либо я могу сказать When I finished my homework, my daughter was crying. Я закончила, и в этот момент моя дочка плакала. То есть, я закончила в тот момент, когда она плакала. Так. В Норвег. Когда я зашел в гараж, отец ремонтировал машину. Отлично. Вижу тему, поняли прекрасно. When our parents came home, we were listening to music. Замечательно, Эйдан. When I came to school, the bell was going. The bell was ringing. Давайте используем глагол ring, как звонок звенел. Прекрасный пример. Так, дальше. When my son slept, it was ringing my mobile. Помним сначала что, а потом что этот глагол делал. When my son was sleeping, когда мой ребенок спал, звонок зазвенел. Телефон зазвенел. Добавляйте все слово раз, раз мой ребенок спал, или раз телефон зазвенел. Вот этот момент он вам должен помочь. То есть, раз и зазвенел. When my son was sleeping, my mobile rang. Телефон зазвенел. Мой мобильный зазвенел. Когда я сделала домашнее задание, пошел дождь. Ну, как бы начался дождь, пошел дождь. Прекрасно. Когда я сделала домашнее задание, шел дождь. Опять, дождь шел в процессе, и в этот момент я сделала домашнее задание. Поэтому лучше написать, как шел дождь. When she went home, we were doing our work. Хорошо. Когда она пришла, лучше использовать глагол came home. we were doing. When I work, my friend... Так, шел панда. When I... Когда я работал, мой друг пришел. Просто по формуле. When I was working, процесс. Я что делал? Работал. When I was working, my friend came. В этот момент раз, и пришел друг. Так, Жанна. Жанночка рада видеть. My friends were playing football when it started to rain. Именно с дождем надо эту формулу запомнить. My friends were playing football when it started raining. Или started to rain. Всегда rain через и должен идти. When I was sleeping, my brother watched video through YouTube. Смотрите, вот здесь, и дано. Два предложения, возможно, в процессе. Когда я спала, он смотрел. Видите, вы будете обе части использовать past continuous. Так тоже бывает. Потому что добавляете слово раз, и что-то произошло. Это past simple. Если раз не добавляется, значит, это тоже процесс. When I was sleeping, my brother was watching video. Я спала, брат смотрел. Where did you study in English when I called you? Прекрасно. Молодцы. Хорошо справляетесь. Сейчас проверю предложение ваше здесь. When I was eating, someone was looking at me. Прекрасный пример. Отлично. I slept when my daughter I slept when my daughter was came to me. Я спала, видите, Мухаббат, процесс. Я спала, когда моя дочь подошла ко мне. Раз и подошла. Но раз, не спала же, а я спала. Процесс. I was sleeping when my daughter came to me. While we were watching TV, the phone rang. Отлично. When I went to the library, I was in my group mate. When I went to the library, когда я пришла, я увидела. Хорошо. То есть вы хотите сказать, когда я шла в библиотеку, я увидела друга. Я раз и увидела. Процесс закончен. То есть процесса нет, закончена. Это past simple. А процесс, я что делала, я шла, мы используем past continuous. When I was going to the library, I saw my friends. Или group mate. When I went to the library, I was seeing my friends. Тоже не совсем. У вас та часть, которая закончилась, она должна быть past simple. Та часть, которая была в процессе, используется в past continuous. Еще немножко нужно потренироваться. Так, хорошо. Ну, вы молодцы. Замечательно. И последнее. Давайте запишем третью. Обычно я использую это как третью отдельно, чтобы вы выучили. Либо можно добавить к первой части. Мы используем past continuous с конкретными словами. Когда эти слова есть, это как показатели. Окей? We use past continuous with the words. Третье. Мы используем, когда у нас слово while. Вот так вот пишется. While. While это в то время пока. В то время когда. То есть когда мы говорим о процессе. While. Первое. Потом, когда у нас есть the whole day yesterday. The whole это весь целиком. Например, the whole day. Весь день. Прямо пишите себе сразу перевод. Весь день. While в то время пока. The whole. The whole day. The whole night. Весь день. Всю ночь. Еще показатели. All day long. All day long. Long. Это весь день. Как бы. All day long. All night long. All the evening long. Весь вечер. Весь день что-то происходило. Окей? То есть это основные показатели past continuous. While the whole day. All day long. Потом также мы знаем, когда есть время, да, from five o'clock till seven o'clock. Это все past continuous. Например, While I was explaining you the rule, you, там, вы что-то сделали. Например, You took my book. Пока я вам объясняла грамматику, вы взяли мою книгу. Например. Или When I was shopping, someone stole my bag. Когда я делала покупки, кто-то взял мою, или украл мою сумку. Или All day long. We were watching films. Весь день мы смотрели телевизор. Мы смотрели фильмы. Или еще, пример пусть будет The whole day, the whole morning. Весь вечер. The whole evening. He was telling us interesting stories. Весь вечер он рассказывал нам интересные истории. The whole evening I was explaining you the grammar rule. Весь вечер я объясняла вам грамматику. Вот эти слова они показывают на процесс. А теперь жду ваших предложений. Напишите, пожалуйста, ваши предложения. Использую одну из форм, из как бы слова-подсказки на время. The whole day I was working at school. Отлично. Релым прекрасно. Пока ты смотрела телек, молоко на плите сбежало. Замечательно. The whole my life I study. А где, где сама тема наша? Верик. С самого начала надо будет просмотреть еще раз эфир, сделать записи, конспект, и хороший пример придумать, сфотографировать, и отправьте мне на WhatsApp, я посмотрю и оценю. Терку вам поставлю, если хорошо напишите. The whole day I spent at school. Где pass continuous, Махаббат? The whole day I was studying at school. А если весь день я провел в школе, я что сделал? Я раз и провел, как законченное. Да, это pass simple. Но это не по-английски немножко звучит. Когда будет тема perfect? А тема perfect уже была. Следите за вебинарами. На моей страничке подпишитесь, и в ютюбе тоже подпишитесь. Там найдите тему perfect, и сможете ее изучить. Так, I was practicing English all day. Отлично. The whole day I was watching news. Да. Третья часть непонятна. Смотрите, третья часть, еще раз объясню. Когда у нас есть слова while, в то время, когда, the whole, the whole day, the whole night, the whole evening, весь день, всю ночь, вот именно как весь, all day long, all night long, вот эти слова-подсказки, они показывают, что это тема pass continuous, они показывают процесс. Например, весь вечер, the whole evening, я смотрел телевизор. I was watching TV. Все утро я готовила еду. The whole morning, I was cooking. Используя эти слова, мы сразу же ставим форму pass continuous. Поэтому приведите свои примеры, используя какую-то форму, одно из слов на pass continuous. Окей. Так, и зачитываю ваше предложение здесь. When I... Так. She was washing dishes when I came home. Хорошо. Весь день я сидел в инстаграме. Хорошо. Хорошее предложение, но плохо, что весь день сидели в инстаграме. I was raining the whole day yesterday. Так. Если опять третья часть, только непонятно, минус. Если полностью непонятно, поставьте нолик. I was working all day long yesterday. Жанна, прекрасно. When I was getting up, my daughter got to school. Вторая форма уго это went. Когда я проснулась, моя дочь шла в школу. Если так, тогда у нас наоборот. Я что сделала? Раз и проснулась. When I got up, my daughter was going to school. All day long I was sleeping. Шултан, добавьте, was. I was cleaning my home the whole day yesterday. У холл всегда есть артикль the. Всю ночь я учила английский язык. Молодец, что учила английский язык. The whole day I was working. Джейсан, отлично. While she was writing an essay, her husband came home and gave her flowers. While she was writing an essay, когда она писала сочинение, муж пришел домой и подарил ей цветы. Прекрасное предложение и прекрасный муж. Отлично. Прекрасное предложение Прекрасное предложение